Привет, друзья! А-а-а! А-а-а! Мне в лицо попала ностальгия! ДИДЖЕЙ ЕБАН! Фух! Уйди с моего места! Ты ещё не слишком толстый! Сегодня мы разберём файл палппоргсафтин.ави Мы колбасим до утра! Наставляет колбаса! 5 мая 2003 года Вышел выпуск шведской газеты с таким заголовком 2 мая Вальбургиева ночь 2003 года В шведском заповеднике Герландит установленная для слежения За миграцией оленьей камера Запечатлила группу нематериальных объектов Происхождение которых пока не установлено В газете было написано На кадрах, сделанных около двух часов ночи Можно наблюдать стаю объектов Которых прозвали невестами Дёргающихся из стороны В стороны с бешеной ритмичностью Сами кадры сопровождаются устрашающим пением Которые, по всей видимости Издавали эти самые объекты Полиция уже отрабатывает версию с хулиганством Однако слухи о лесных марах Не на шутку напугали местных жителей Местные люди рассказывали Что эти объекты Ничто иное Как духи шести ведьм-утопленец Которые обитали в здешних лесах В одиннадцатом веке Когда наступает Вальбургиева ночь Они просыпаются и вылезают из озера Дабы прийти на бал Люцифера И отпраздновать с ним триумф зла Теперь пришло время рассказать реальную историю Видеоролик Как и синим 503 Был выложен на канал Алла Борисовна В две тысячи тринадцатом году История была выложена на For Store тоже Пользователем Алла Борисовна Кстати напомню Что действия разворачиваются в Швеции А видеоистории Появились в русскоязычном интернете Косяки есть и в самой истории В пасте сказано Что местные жители Узнав о видео Очень перепугались И предположили Что это духи шести ведьм-утопленец Все норм Но только откуда Там местное население Ведь сам заповедник огромный А ближайшие поселения тут И то в нем Только два-три домика Кстати про ведьм Их там не шесть опять Но перед тем Как это покажу Хочу сказать Что если Ускорить видео В тысячу раз Можно услышать Звук ручья Давайте Послушаем ручей И посчитаем Ведьм Супер 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 Еще хочу подметить, что Вальпургиева ночь проходит с 30 апреля по 1 мая, то есть после заката 30 апреля до рассвета 1 мая. Но в условной вырезке было сказано, что видео снято 2 апреля, поэтому дьявол ведьм так и не дождался. Кстати от Вальпургиевой ночи идет название Валборг Сафтен, в шведском оно пишется вот так. А еще в истории сказано про Люцифера, но это персонаж Библии, не думали ли вы, что историю будут читать мусульмане, буддисты и верующие в другие религии? А пока прервемся, я хочу сказать, что шума не до ведьмы были наложены не на черный фон, а на картинку леса, ее я не смог найти, но посмотрите. Тут явно виден кустарник, тропинка и дерево слева. К сожалению, оригинальную картинку я найти не смог, но инфа достаточно интересная. Теперь вернемся к разоблачению. В истории сказано про вырезку из местной газеты, и опять какой местной? Заповедник очень далеко от населения. И такой газеты не существует, я искать не стал, ее уже пытался найти Снайкс. Также Снайкс говорил, что видны типичные эффекты Сони Вегаса, но я ничего утверждать не буду, так как не вижу никаких сходств с эффектами Сони Вегаса, я к этой версии отношусь нейтрально. Также вернусь к создателю этого файла истории, пользователю Алла Борисовна. Файл Валборг Сафтен и Синим 503 очень похожи, по шуму и черно-белому цвету, а у истории есть особый стиль, умеренная кратность изложения и приплетения реальных имен, объектов и субъектов. Например в истории Валборг Сафтен упоминается шведский заповедник Герландит, а в Синим 503 упоминается Касовская война и сайт надзуэль.д. К слову в звукозаписи с корабля Энгельс тоже куча всяких реальных определений. А это тоже работа Аллы Борисовны. Ну и последний победоносный удар, по этой истории. Видео ни на что не влияет, всматривайтесь сколько хотите, прислушивайтесь сколько хотите. Вы не впадете в транс, а ведьмы вас не убьют, ведь пение, это всего лишь жуткий звук, подслащенный историей, а за экраном компьютера, просто матрица, подсветка и разнообразные платы. И по истории из этих штук, как-то должна материализоваться ведьма, которая тебя убьет. История страшная, но если бы все названия выдумали, она была бы реалистичней. Я удивлен, что я написал столько фактов про эту историю, ведь обычно я с трудом нахожу несколько фактов, а здесь я просто разгромил эту историю. И теперь смело могу вам сказать, файл Валборг с автом не является подлинным. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok